100 миллионов гривен за Насирова маловато. В этом уверены в специализированной антикоррупционной прокуратуре. Там сумму залога обжаловали и настаивают, что свобода для отстраненного фискала должна стоить 2 миллиарда. Ну то есть быть равной сумме вменяемого ему ущерба. И если суд с этим согласится, залог Насирова станет рекордным для Украины. Хотя даже с нынешним залогом 100 миллионов задержанный налоговик уже занял место в топ-пятерке самых дорогих арестантов. О ком еще речь, посмотрите далее. Сколько стоит свобода? Для каждого задержанного судьи пишут свой прайс. И последнее время в суммах себя не сдерживают. Итак, самый дорогой арестант. Александр Кацуба, бывший замглавы нафтогаза, на свободу может выйти только если заплатит 450 миллионов гривен. Он проходит по делу Курченко. Пока денег за него не внесли, и Кацуба сидит. Сидит и другой фигурант этого дела, топ-менеджер компании СИПЭК Андрей Кошель. Чтобы выйти из СИЗО, он должен заплатить 200 миллионов гривен. Востолько же оценили свободу и бывшего первого заместителя председателя налоговой службы времен Януковича Андрея Головача. Кстати, Кацуба и Головач, как говорят в Генпрокуратуре, пошли на сделку со следствием. И даже возместили государству 130 миллионов ущерба. И не только дело Курченко, но и дело Онищенко стало настоящим залоговым клондайком. К примеру, свободу Валерия Постного, которого подозревают в организации схем хищения на рынке газа, сперва оценили в миллион гривен, но потом сумму увеличили в 250 раз. Еще одного задержанного по этому делу, Олега Рябошапку, могут выпустить из-за решетки за 100 миллионов. Во столько же оценили свободу и главного фискала Романа Насирова. Но и из них никто денег в госказну пока не платил. Ведь все залоговые гривны должны быть чистыми, то есть законного происхождения. Поэтому реально внесенные залоги намного скромнее. Так, бывший председатель правления Укргаздобычи Вадим Шлинчак, по информации СМИ, откупился от СИЗО за 10 миллионов гривен. Он, кстати, тоже проходит по делу Онищенко. За 5 миллионов вышел на свободу мэр Вышгорода Алексей Момат, а за 2 экс-заместитель министра здравоохранения Роман Василишин. Всех их взяли за коррупцию. На купленной свободе и бывший ректор Петр Мельник. Его подозревают во взяточничестве. И сперва задержанному выставили залог с 23 миллиона гривен. Но апелляционный суд сумму значительно уменьшил. До 609 тысяч гривен, которые Мельник внес. Кстати, Мельник, как и Насиров, также в свое время стал героем украинского судебно-медицинского шоу. Из больных и задержанных тоже можно составить рейтинг. Но крайне слабое здоровье украинских подсудимых – это уже совсем другая история. Субтитры создавал DimaTorzok